Предмет у вас называется архитектурная визуализация, но на самом деле это очень несправедливо то, что так преподносится вообще в образовании нашим архитектурным, то, что как будто компьютер только для визуализации используется. Это на самом деле очень устаревшее, и сейчас мы сначала расскажем вообще, кто мы такие, что такое хитека, а потом по истории автоматизации проектирования с самого начала пробежимся и до самых новейших технологий проектирования их разберем. Хитека это и не группа, и не объединение, и образовательная инициатива вроде как, и какая-то там лаборатория. В общем никак мы свою деятельность не ограничиваем, и состава у нас постоянного нет, во всех проектах, которые мы будем показывать как свои, на самом деле там почти во всех много человек нам помогало, так что авторство тоже размытое. Нет и нет у нас четкой организации, единственное, что у нас есть это цель, но они позже. Сначала покажем самые последние события, которые произошли. В общем это спираль как шкала времени, вот самое последнее, что произошло это в августе, это же 12-го. Но начинается оно с самого начала, сейчас сначала пойдем от нового к старому, то есть от августа к более старым событиям. В августе 2012-го был воркшоп точки ветвления в институте Стрелка. Ну что такое институт Стрелка, что такое точки ветвления, не все наверное знают, но там еще позже объясним. Вот и там мы участвовали в воркшопе, и как бы вот мы с Алексеем в двух разных командах были, и вот два таких проекта мы сделали. Получается один и второй. Там смысл воркшопа был в том, что мы делали трансформирующуюся архитектуру, которая адаптируется под изменения окружающей среды. Конкретно под температуру. И мы там изучали материалы, такие как термопары. Термопары это плоский материал, который изгибается от изменения температуры. Вот и термопарк, вот в моей группе проект был такой, что когда солнце нагревает эти лепестки, они, значит, закрываются и образуют тень. А там, к той стороне, где нет солнца, они открываются и выпускают свет. Вот. У Алексея там смысл был другой. Ну там тоже… Здесь разница была в том, что не сами эти лепестки движутся, а они двигают уже рубовидные такие элементы. И таким образом как бы рассваивается эта поверхность при нагревании. В общем, у него вентиляция обеспечилась при нагревании. У меня там освещение, затенение. То есть у него тень всегда создается. В общем, вот такие два проекта. Ну там на самом деле три группы были, а в третьей мы уже не участвовали. Июль 2012-го. Мы так побаловались, сделали такие две паутины из полиэтиленовой ленты. Ну тут на самом деле в чем смысл этого, там дальше будет понятно, когда будем рассказывать про новые вехи формообразования. Ну это минимальная поверхность, на самом деле. В мае 2012-го там две теплицы мы построили, как бы применяя параметрический метод. Это такая утилитарная задача, но реализована технологиями, которыми там… Вот такие вещи, которые раньше показывали мы делали. В общем, такое было применение. До этого, вот почему, до февраля там вся весна была, получается, мы не тем заняты были, что там проводили лекцию в марте. Потом там пытались несколько занятий, курсов делать, видео уроки снимали. В общем, проектов как таковых не было. В феврале было большое событие, было фестиваль «Города». Это архитектурный фестиваль, который проходит в Тульской области. И там, как собираются студенты и молодые архитекторы, что-нибудь строят там. Сначала конкурс проектов, потом конкурс уже реализаций. Вот там у нас основной проектов был вот такой. Это тоже минимальная поверхность. Ну, что такое, это позже объясним. Вот это построено вот такой выглядит. Это сшитая оболочка из ткани, которая пропитана водой и заморожена. Получается акармированный лед, который, на самом деле, очень прочный получается, как стеклопластик. То есть, вот там, будет совсем ударить, но даже там трещина не образуется. Хотя, на самом деле, он очень тонкий, очень тонкая такая оболочка. Но она сшита из отдельных кусков ткани по развертке, которая, в общем-то, развертка генерируется скриптом, который мы писали. В общем, проектирование представляло из себя программированием. До этого, в январе, мы еще участвовали в конкурсе «Велосипедный павильон». Там мы места не заняли, в шортлист попали. В общем, такой, это только проект. Никакой реализации не было. И еще делали несколько других проектов на фестиваль города. Вот там участвовали вот и другие из нашей группы студентов из А0802. И один из них вот там тоже построили. Например, второй. Первый был вот эта замороженная оболочка. Второй проект – это был вот этот полиэтиленовый лес, как называли. Тут смысл в том, что… Полиэтиленовые мешки. Все наполнены водой. Они замораживаются, образуют, как кирпичную укладку такую. И прикол в том, что от огня лед плавится внутри мешка, но мешок не плавится. Полиэтилен не плавится, потому что он с водой контактирует. Пока вся вода внутри не выгибет, мешок не расплавится. Поэтому получается, что лед устойчивый к огню. Получается так. Декабрь 2011-го. Там мы делали вот… Первый вариант вот этой оболочки из льда. Мы делали его на фестиваль, который в Уфе проходил. Архитектурные следы. То есть на города мы его изначально даже не планировали. Просто там показали. Они сказали, давайте лучше рёд строить. Ну и там другой вариант тоже немного сделали. Вот в Уфе. Пока мы были на городах. Здесь в Уфе, ну мы уже в строительстве не участвовали. Строили там… Есть что-нибудь, знаешь, из 1-го, 2-го? Есть. Это как раз пример, как нечёток состав. То есть половина строила в Туле, а половина в Уфе. Во-первых, это два варианта, которые не как разные проекты. А на самом деле одна и та же программа просто генерирует… Ну, может генерировать разные варианты. И которые можно произвести уже другим людям. В октябре 2011-го. Так. Тут получается… Там декабрь был? Декабря по октябрь. Там у нас такие были уже… Ну это уже более ранние наши этапы. Там уже такие теоретические такие были поиски. Вот это мы делали программу, которая компонует прямоугольные пролипипеды. И так, чтобы все вот эти расстояния между гранями были между собой пропорциональны по золотому сечению. Ну там пропорцию можно любую задать, необязательно по золотому сечению. Но в этом случае по золотому сечению. Но здесь смысл в том, что компьютер сам создает композицию. То есть тут… Вы задаете параметр? Да, ну мы… Пропорцию. В общем-то задаем какую нужна пропорцию. И задаем количество этих коробочек. И компьютер сам уже их располагает так, чтобы пропорции были между гранями максимально приближенными к золотому сечению. Получается композиция. Получается это машинное творчество. И март 2011-го. С марта по… какой там был… октябрь. Там у нас было еще вообще никаких проектов своих не было. Мы только занимались сбором информации тогда еще. В общем-то даже не было какой-то… Что дальше делать, не знали. Просто была только цель. И вот в марте она только появилась. И март 2011-го – это основание хитеки. Вот это как раз наши и не организации, и не ассоциативы. В общем, такое вот явление. Вот идея изначальная, с которой все началось, была как раз полная автоматизация проектирования. То есть разработка программы, которая бы могла самостоятельно проектировать. Сейчас с чего началась вообще история автоматизации. История автоматизации, то есть не которая наша история, а которая мировая. Вот перед вами древний архитектор, который чертит на кульмане карандашом и решинами. И в 1982 году к нему на помощь приходит первый автокад, который по сути заменяет ему только решину и карандаш. И он тоже самое делает уже на компьютере. Обращайте внимание на даты. Вот очень интересно. 1982 год. 30 лет прошло. Вы сейчас его изучаете на первом курсе. Вот насколько все получается это древнее? 1984 год. 1984 год. 1984 год. 1984 год. И Радар Сейдж, который впоследствии стал первым архикадом. Архикад первый тоже был еще двухмерный. И таким образом в 2000 году у архитекторов сложился такой выбор, чтобы продолжать делать плоские чертежи. Но все меняется, когда в 2000-х годах появляется BIM. BIM это Building Information Model. Информационная модель. То есть теперь архитектору не делает плоские чертежи. Он делает трехмерную и даже пятимерную модель, потому что она может распределяться во время. То есть в каком порядке его взводить и так далее. И все это работает взаимно. Вот эти фирмы как бы разрабатывали этот формат. BIM-система. В чем коренное отличие BIM от CAD? То есть BIM-программа от, допустим, AutoCAD. Самая классическая CAD-программа – это AutoCAD. А BIM – это вот эти. Вот эти еще бывают такие. В BIM компьютер знает, что такое определенный объект. Он знает, что вот эта стена – это окно, это дверь, это перекрытие, это крыша. В CAD вы просто рисуете. И компьютер это ни о чем не говорит. Просто это абстракция. Такая же, как на бумаге. Получается, когда был введен AutoCAD, человек просто в том же стиле, которым он кодировал информацию на бумаге, он также ее продолжил кодировать на компе. И BIM позволил кодировать ее таким способом, чтобы она была понятна не только другому человеку, который знаком с этими ГОСТами и так далее. А понятна компьютеру, который мог ее анализировать и вводить ее в какие-то качества. И вот этот рейд технологии в 2002 году его выкупает Autodesk. В Autodesk Rebuilding основной упор был на том, что делается какая-то формообразующая, она анализируется и по формообразующей уже можно делать какие-то более сложные системы, которые как раз параметрически создаются вот эти элементы, эти фермы, и уже натягиваются на оболочку формообразующей, которая проверена, несколько раз изменена и уже удовлетворяет условиям каким-то. Revit как наиболее прогрессивный из BIM-программ вот этих классических, он как бы в себя вбирает параметрические технологии, которые придумываются совсем не в Revit. И дальше там что? У нас. Феория твоя? 2007-я. А, ну давай я вот сейчас между ними добавлю. Revit, ArchiCAD и другие BIM-системы, они создаются с программистами, потом у них работает архитектор. И, наверное, все, кто пробовал в ArchiCAD работать, или вам уже говорили, он ограничивает. То есть в ArchiCAD как тебе написал программист, так ты и будешь делать. В общем, программист там архитектуру особо не влекал. Он просто знал, что там бывают стенки, бывают дверки, бывают окошки там. И вот ты так и ставишь эти двери, стены, окошки. И если что-то ты хочешь уже другое, то, о чем программист не подумал, то и не получится. Придется спускаться на уровень ниже и чередить в AutoCAD. Ну, либо делать свою BIM-систему, как предлагают более прогрессивные. Ну да. И в 2007 году архитекторы вспоминают про Reino. Reino, вообще, это система, которая создана была для промышленных дизайнеров, основана на нерпс-моделировании. То есть моделирование поверхностей гладких поверхностей, как можно сказать. Не из полигонов, а идеально гладких. Да. Вспоминают архитекторы, потому что появляется для нее плагин Grasshopper. Если раньше, чтобы делать вот эти гладкие поверхности, нужно было составить вот такой код, то сейчас Grasshopper позволяет это более понятными средствами, то есть простыми алгоритмическими схемами, которые в школе изучают. составить всю эту систему, которая на выходе даст тот же плавный, там, бесконечно сложный объект. Grasshopper – это визуальный язык программирования. Вот если программа на текстовом языке выглядит так, как в предыдущей слайде, вот так, ну, то есть нужно пять лет на программисту учиться, чтобы этим заниматься, то Grasshopper, ну, в нодовых средах программа выглядит так, и она понятна для архитекторов, художников, там, скульпторов, ревеллеров, в общем, дизайнеров, в общем, в этом смысле, и они могут свои системы создавать, свои программы, которые, как бы, освобождают их, и не вынуждают лезть на уровень ниже, чертить линиями, и в то же время не ограничивают, как эти готовые BIM-системы, которые создают программисты. Посмотрите, архитектор сам может свой архикад написать, который будет так, как он хочет работать, и так, насколько у него фантазии хватит. В общем, архитекторы становятся программистами. И это все было, как бы, только начало. На самом деле, волну пустили не создатели Grasshopper, а вот эти два товарища, Шумахер и Захар Ходил. Про них, наверное, про Захар Ходил всякое многие. Смотрели, не знают, что они делают. Вот они провозгласили в 2008 году манифест параметризма. Они назвали параметризм стилем. До этого в этом, в общем-то, ну и сейчас, вообще-то, многие не согласны с тем, что это стиль, многие считают это технологией. То есть, а они, с одной стороны, как бы, они ограничили то, что назвали это стилем, и, может, даже это плохо, но, на самом деле, они очень сильно популяризировали параметризм. Когда назвали это стиль. Потому что, что такое стиль, понятно, художникам, архитекторам. Что такое технологии, меньше понятно. И стиль у них состоит из правил, из догм и табу. Ну, вот это сейчас несколько проектов, которые параметризны в чистом виде. Это вот студия Захихадид, которые не к конструктивизму относятся, и, как бы, и не к параметризм с примесью какими-то другими, а в наиболее чистом виде параметризм, и эти проекты реализованы. Вот. И манифест параметризма, он состоит как такой набор правил. Там, на самом деле, довольно много текста в манифесте, но прятаться можно сказать так. Избегайте простых повторений, избегайте простых сопоставлений, избегайте геометрических примитивов. Вот. Это табу. Ну, а догма – это как бы противоположности вот этих вот табулов. Ну, что такое простое повторение – это вот окошки на фасаде. Одинаковые окошки через одинаковый промежуток. Так они делать не будут, но мы тоже не будем. И простое сопоставление – это понятно. Освободилось место, построили новый дом. Абсолютно никак. Ну, даже когда отдельные здания, вот, в принципе, у них тоже простое сопоставление с окружающей садой. Но, вон, даже на фоне видно, даже внутри одного проекта есть простые сопоставления. Там поставили один, в общем, коробочку, поставили на нее сверху другую коробочку. Может, там еще и сверху полусферу присобачили. В общем, так они тоже делать не будут. И мы не будем. Геометрические примитивы – это понятно. Кубик, шарик, пирамидку – нельзя. Вот они вот такие, вот такой набор правил, как правословили, называли, что если этих правил придерживаться, то работа будет в стиле параметризм. Вопрос открытый – нужно ли считать его стилем или только технологией. И они вот так вот, произносив этот манифест, ну, и из двух вот этих событий – из манифеста и из появления гросскопера, то есть нового языкового программирования, из этих двух событий родилась такая волна большая популярности, правда, в России она не особо ощущалась, волна вот таких вот экспериментов и новых ответвлений, новых форм, которые архитекторы, используя в визуальном программировании, начали создавать. Вот самое изначальное, что позволял Райна – это NURPS поверхности, ну, плавные поверхности. Вот в SketchUp кто-нибудь работал или там, ну, 3ds-формат, они поддерживают только межгеометрию, то есть состоящую из полигонов. И даже если там будет какая-то гладкая форма, это же если там будет очень много… Он не делает NURPS, но он не позволяет ее редактировать. SketchUp, когда с каким-то плагином делаешь там NURPS, он сразу его превращает в MERS, вот так. Нет, но цилиндр, взять цилиндр, там NURPS, то есть цилиндр – это ненадежный полигон. Ну, в общем, даже если… Ну, очень много полигонов, все равно, если посмотреть под микроскопом, будут треугольники. А NURPS, нарушка к геометрии, она хоть как не приближает, всегда будет гладкой. То есть такое вот… Это изобретение. Которое изначально вообще-то для машиностроения, для судостроения там… Ну, в общем, самолеты, корабли – такие вещи. И вот такие вот начали появляться проекты в очень огромных количествах. Есть сайт GROSOPPER.COM Ну, короче, это социальная сеть параметрисов, в котором куча студентов, выкладывая там тысячи работ, там, чтобы все посмотреть. Нужно там уже, не знаю, неделю сидеть, наверное. Даже в день там появляются новые проекты. В общем, это такое бурное развитие пошло. И NURPS геометрию – это изначально что было. Ну, научились делать, научились плавные штучки делать. Ну, а надо как-то их произвести. Цель архитекта – это не картинку нарисовать, а создать среду. Нарисовать картинку – это промежуточная цель. Если он нарисует такую картинку, что ее потом никто не построит, то это нифига не архитектура, это он художник по ней архитекту. Вот. И самая простая идея, как реализовать плавную поверхность, как ее построить в материале – это разбить ее на сечении. Ну, допустим, в сечении будет перекрытие. Перекрытие разной формы и образует как будто плавная поверхность такую. Вот самая первая технология производства, то есть строительства – это вот развивка на сечение. В сечении могут быть перекрытия, там, у кого-то небоскреба, или там полочки в шкафах, в общем. Могут быть сечения вертикальными, тоже как образует что-то плавное. Но здесь тоже перекрытие. И вот и начали создаваться такие мебели и малоархитектурные формы из сечения таких. Вот интерьер ресторана какого-то. В общем, сечение – это была самая первая, самая простая технология производства. Комметрических форм. Следующие – вафли. Особо она не отличается только тем, что там уже двух координатах сечения, и они соединяются друг с другом пазлами. Ну, понятно, да? Две прорези. И вот этот тоже очень популярный был. Это один из самых первых направлений внутри параметрического проектирования. Вот такие штуки получаются. Вот этот второй по величине – тоже интерьер ресторана. Интерьер? Да. Так, там много интересных. Вот самая гигантская вафля. Это Севилья в Испании. Ну, вот смотрите по сравнению с окружающими. А у нас что делается? Дерево. Дерево. Сверху. Дерево. Ну, у этой технологии одна из самых первых производств параметрического проектирования. На самом деле сейчас это уже… Ну, куча недостатков у нее видно. Ну, вот даже мы делали на этом… Ну, в большой быточке вот линии вот… Вот, ну, помните, с лепестками вот эта оболочка, там у нее тоже есть… Ну, там, правда, не вафля, а… Там, в общем, делали где-то вот такого размера одну, как бы, деталь, как прототип. И на нее ушло… Ну, вот из тонких таких стержней фанеры. На нее ушло два с половиной квадратных метров фанеры. То есть там обрезков было там 60%, наверное. Ну, вот здесь в большом объеме, конечно, будет меньше. Ну, самое главное, косяк, то, что обрезков много, отходов много. Потом такое тоже довольно… С самого начала, когда было такое направление внутри параметризма – это сетка Воранова. Разные игры с сеткой Воранова. Сетка Воранова – это мыльная пена. Вороной – это русский математик, который вот разработал алгоритм создания геограммы. Сетка Воранова в н-мерном пространстве. И мыльная пена, эти прожилки на крыльях стрекозы, там, клетки, когда посмотришь под микроскопом. Ну, даже это… Сетка Воранова – это структура Вселенной, где вот эти поля образуют вот такие вот пустоты. В общем, сетка Воранова – это очень натуральная такая вещь. И вот ее очень активно применяют параметристы. Ну, и как с самого начала появилась, ну, когда я эту картинку вижу, вспоминаю, что у меня есть такая штука. Вот даже до котела такого же потребовала, она и той сетке Воранова сделала. Коврик для раковины в мойке. И то сетка… Вот уже более такие большие проекты. Тоже сетка Воранова. Это уже трехмерная сетка Воранова. То есть, те были как бы на поверхности. Чего? Нет, там минимальная поверхность. Там не сетка Воранова. Ну, это, куда-нибудь туда отпустите дальше. Я вообще выкину. Трехмерная сетка Воранова – это уже как мыльные пузыри между собой. Ну, в общем, то же самое, только в трехмерениях. Вот такие проекты с трехмерной сеткой. В общем, такое из себя представляю. Следующее такое… Это уже к технологии производства больше относятся. То есть, форму эту плавно нарисовать… Ну, это смоделировать легко. Но там, как ее произвести, это вот было либо сечением, либо лафлей. И вот более новую такую… На эту поверхность распределить какую-то сетку, паттерн какой-то. По которым потом можно произвести эту поверхность как по развертке. Ну, эти могут из линейного материала быть. Вот эти вот. Потом этот линейный материал по тем длинным, которые у нас программа выдает. По этим длинным есть обрез, соединить. В итоге получится из этой сетки такая поверхность. Могут из плоского материала быть, как развертка. То есть, во-первых, это создание какой-то кожи, которая как… Не просто стенка, не просто фасад, а… Ну, кожа, оболочка. Которая там где-то появляются сглузки, где-то она становится реже, где-то больше пропускает свет, где-то она, наоборот, там это защищает. В общем, плавно изменяющаяся оболочка здания, которая как кожа, адаптивная. Ну, во-первых, функциональное значение вот этих паттернов такое. Ну, и второе, то, что можно произвести. Вот здесь программа создает эти развертки, ну, каждые вот клетки, ячейки. Потом их если вырезать и соединить в таком порядке, как по схеме сборки, то получится эта поверхность в итоге. Вот такие вещи делаются в паттерне. Дальше пошли уже более современные такие эксперименты, и даже уже которые превратились целые технологии такие. Это с физическим моделированием связано. Плагин гросскопера появился, кенгуру, которым можно там создавать физические системы. И самая первая, самая простая – это минимальная поверхность. Поверхность, которая как будто стремится сжаться, но закреплена в точках или гранях. Ну точно как резиновый лист или ткань какая-нибудь тянущаяся. Вот, и паутина – это была минимальная поверхность. Потому что когда вот политлен вот так вот натягивается, наматывается, он стремится сжаться. И получается в итоге не нужно вот эту поверхность как-то создавать каким-то течением или каким-то там… Даже неизвестно изначально, как она получится. Однако если создать физическую систему, то есть натягивать определенным образом ленты политлена, то они стянутся и образуют такую поверхность. И вот если на компьютере моделировать это стякивание, то получаются вот такие вот формы. Столики. Это на 3D-принтере отпечатанные протокиты. Цепные поверхности тоже связаны с физическим моделированием. Вообще я первое это придумал Гауди. Он, наверное, знаете, что макеты у себя делал физические. Вешал цепи, какие-то там грузики на них подвешивал, потом фиксировал, переворачивал. И как получались формы, которые как… Во-первых, они конструктивно хорошо работают. Это цепная поверхность. Это идеальная арка, идеальный купол. То есть идеальная форма, которая распределяет нагрузки в эту землю. Во-вторых, она выглядит так, как будто стремится взлететь. Потому что во время моделирования на поверхности, на физическую поверхность действует перевитация только вверх. И получается она так вот стягивается, как провисает. Поэтому когда в итоге сама архитектура кажется такой, что она не опирается на землю, а держится за землю, чтобы не взлететь, чтобы не улететь. Поэтому она, получается, выглядит очень лёгкой такой. Кресло, стул. А здесь и более сложная уже, более сложная поверхность так вот, подвозительной гравитацией скорей. Получаются такие вещи. Здесь уже и гравитация в разные стороны действует. В общем, такие вот тоже направления экспериментов. Ну и вот такая одна из самых новых вех – это метабола. Это такие поверхности, которые как капли, которые местами из-за поверхности натяжения вот так вот друг с другом стягиваются, слипаются. В общем, тоже выглядит очень так физически обоснованно. И смысл… У них такой большой потенциал для создания этих планировочных каких-то сложных структур. Потому что все предыдущие и проекты, и там реализации – это были малоархитектурные формы, там, или мебель. В общем-то, ну, без внутренней планировки объекта. Ну и вот этот метабол, это вот, возможно, позволит создавать уже параметрически сложные планировки. У нас до сих пор даже вот в Захихадид – проект, который сейчас достраивается, где-то строился уже в Казахстане. Там вот, ну, не помню, как это, как он назывался. Там вот форма-то плавная, ватка, ну, из сеточки там треугольной, все так, все красиво. А внутри просто перекрытие колонны. То есть плавная форма, и внутри делится на обычные прямоугольные помещения. То есть пока еще как планировки сложно создавать, параметризм не умеет. Точка ветвления – это образовательная инициатива, да, правильнее всего называть. В общем, люди, которые хотят объединить всех параметристов России. Вот и дальше несколько проектов покажем. Это то, что в России было сделано. Вот это прошлогодний, летний воркшоп, на котором мы не были. И там вот, ну, там цель воркшопа не была создать именно только вот эту поверхность, то есть минимальная поверхность. Ну, просто один из проектов была вот такая вот оболочка. Это в Красноярске был воркшоп. Это совсем давнишний воркшоп. На воркшопах они такие вещи делают. Еще была организация или группа, команда Digital Baker, который делала какие-то проекты, даже коммерческие у него получалось. Вот это вот. Такой у них был проект реализованный. И вот, наверное, наиболее большой коммерческий проект, который русские архитекторы делали в сети параметризм – это интерьер павильона «Роснано» на выставке «Экспо-2010» в Шанхае. Вот эта команда Digital Baker этот проект сделала. Потом есть еще «Ачпол», такая организация, которая производит мебель параметрическую с фанером. Вот так она выглядит. Это все? Вот эти все картинки, в принципе, все, что до этого было, это был параметризм не в России, а параметризм в России – это вот это, то, что мы в самом начале показывали наш проект. Это все, то, что в России есть. Ну вот, какой путь, начавшийся отсюда, и на котором, на самом деле, держат руками за руки, за ноги первокурсников, вот это первокурсники. С этого начала, вот какой путь нужно преодолеть, чтобы… Ну вот, максимальный, который сейчас… Максимальный, как авангард, который сейчас существует в мире. И чтобы архейдер стал параметристом, он должен, получается, стать программистом. Х Zap в сётư Минске орут. Ребята, Р Megan Бестлов音, для своей встречи. Прямая фщеп insights,本当, не важно. Вы каких ножницах?